Малый Орал Удивительный пример того, как природа может восстанавливаться, если ей дать шанс. Когда-то это величественное море занимало обширные территории, но в результате человеческой деятельности оно стало жертвой одной из самых значительных экологических катастроф в истории. Сегодня мы расскажем историю Малого Орала, его исчезновения и удивительного возрождения. В середине 20 века Оральское море было четвертым по величине озером в мире. Оно простиралось на территории Казахстана и Узбекистана и славилось своим богатым биоразнообразием. Однако, с начала 60-х годов прошлого века началась его катастрофа. Власти решили использовать воды двух крупнейших рек региона Амударии и Сардарии для орошения хлопковых полей. Постепенно уровень воды начал стремительно снижаться. К 90-м годам площадь моря сократилась почти на 90%. Когда-то зеленые берега превратились в бескрайние солончаки, где царили лишь соль и ветер. Местные жители теряли свои источники дохода, а экосистема находилась на грани полного разрушения. Проблемы, возникшие в результате высыхания моря, были многогранными. Обширные соляные пустыни стали причиной появления пыльных бурь, которые разносили соли и химические вещества на огромные расстояния. Эти условия отрицательно сказались на здоровье местного населения. Растения и животные исчезали, а те, что выживали, были подвержены сильному стрессу. Однако, история Малого Арала не закончилась на этой печальной ноте. В начале 2000-х годов ученые и экологические организации начали обсуждать возможность восстановления хотя бы части Аральского моря. В 2005 году Казахстан построил Кок-Аральскую плотину, которая разделила Аральское море на две части – Малый Арал и Большой Арал. Эта плотина стала надеждой на возрождение экосистемы. С момента завершения строительства плотины вода в Малый Арал начала поступать вновь. Уровень воды постепенно увеличился, и вместе с ним начала восстанавливаться жизнь. Рыбы, которые некогда исчезли, начали возвращаться в эти воды. Сообщается, что теперь в Малый Арал опитает порядка 30 видов рыб, включая судака и леща. Рыболовный промысел возродился, и вновь на побережье зазлучал смех и радость местных рыбаков. С каждым годом Малый Арал становился все более привлекательным для природы. Восстанавливалась не только популяция рыб, но и разнообразие птиц. Здесь стали гнездиться редкие виды, такие как цапли и пеликаны. Местные экологи фиксируют улучшение экологической ситуации, и этот процесс вселяет надежду. Тем не менее, Малый Арал продолжает сталкиваться с вызовами. Летнее испарение воды и нестабильный уровень реки Сардарии представляют собой угрозы для этого хрупкого экосистемного баланса. Чтобы сохранить достигнутые успехи, необходимо продолжить работы по улучшению ирегиационных систем, а также внедрять более эффективные методы сельского хозяйства. Без этого восстановление не может продолжаться, и потери могут стать необратимыми. Помимо этого, существует проблема Большого Арала. В то время как Малый Арал восстанавливался, южная часть остается практически безжизненной. Она превратилась в огромную пустыню, известную как Оралкум. Эта территория напоминает о том, как безрассудное использование природных ресурсов может привести к необратимым последствиям. Малый Арал – это символ надежды, показывающий, что с правильным подходом и целеустремленностью можно вернуть природу к жизни. Это пример того, как местные и международные усилия могут оказать положительное влияние на восстановление экосистемы. Каждый раз, когда мы смотрим на Малый Арал, мы видим не только следы прошлых катастроф, но и свидетельства новой жизни. Эта история должна вдохновить нас всех на действия, направленные на защиту окружающей среды и бережное отношение к природным ресурсам. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать больше о природе.